Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Сергей Зайцев. Сегодняшнее видео будет посвящено установке замка капота и иммобилайзера. Замок капота Starline L11 Plus и иммобилайзер i95 Eco. Данные устройства буду устанавливать на автомобиль Hyundai Santa Fe 2014 года выпуска. Сегодняшнее видео будет посвящено в основном установке замка капота. Видео по установке иммобилайзера на моем канале уже выпускалось. Кому интересно переходите по ссылке и смотрите видео как установить иммобилайзер Starline i95. Так как замок капота у нас электромеханический, то он будет работать в связке с иммобилайзером. Поэтому при работе иммобилайзера я остановлюсь на основных моментах, которые будут связаны с работой замка капота. То есть необходимые подключения для того, чтобы замок капота работал совместно с иммобилайзером. Переходим в комплектацию замка капота. Вот основной электропривод и тросик, который необходимо будет закрепить. И вот это аварийный трос открытие, в случае если у вас сел аккумулятор, машина не заводится. Также инструкция по установке замка. Ключик шестигранник и маленький винтик. Набор крепежных элементов для установки замка. Гарантийный талон. Вот основные отличия, что в комплектацию замка L входит. 11 плюс и просто L. Комплектацию замка посмотрели. Сейчас я посмотрю, где в автомобиле этот замок можно установить. Определюсь с местом расположения и покажу вам. Итак, друзья, вот наш автомобиль Santa Fe. Планирую сам иммобилайзер установить под капотом. В салон выйдут только провода на звуковой излучатель, бузер. Все остальное будет спрятано под капотом. Блокировка будет сделана под капотом. Иммобилайзер будет под капотом и на капот будет установлен замок капота. Для работы замка капота необходимо от иммобилайзера к замку капоту протянуть два провода и подключить их. Это синий и зеленый. И чтобы у вас правильно работал замок капота, то есть в свое время открывался и закрывался, необходимо также подключиться к концевику капота. То есть, если его нету, то его необходимо поставить. Если он есть, то необходимо задействовать штатный. Для того, чтобы подключиться, есть вот провод оранжево-серый концевик. То есть, вот этот провод мне необходимо будет подключить к штатному концевику. В данном автомобиле штатный концевик есть. Находится он в замке капота. Вот внутри замка капота. Провода на концевик, вот они идут. Вот стоит разъем от концевичка и вот провода идут. К этим проводам я подключу оранжево-серый провод. Сейчас мне необходимо определиться с местом положения самого исполнительного механизма замка капота и с местом расположения, где будет стоять именно замок, который будет блокировать все закрывание. Основные два момента при установке замка капота, это необходимо найти место для запорного механизма, которое будет крепиться на крышке капота, на самом капоте и на металлической поверхности усилителя. Есть вот такая штырь с шариком, который должен заходить вот в это отверстие. При закрывании оно должно попадать одно в одно. Два момента. То есть, вот это надо определить место и где будет находиться вот этот электропривод. Побегая с этим замком по автомобилю, предварительно я нашел место, где можно расположить вот этот электропривод. И я так думаю, что скорее всего он у меня расположится вот здесь под фарой. То есть, вот примерно в таком виде. Мне здесь необходимо будет просверлить два отверстия, чтобы закрепить сам электропривод. Тросик пойдет сюда наверх и планирую сам запорный механизм ставить вместо вот этого резинового ограничения для капота. Итак, с местом этого примерно определились, предполагаю разместить его здесь. У электропривода есть трос аварийного открывания капота. С клиентом мы обсуждали. Как правило, его выводят где-то под крыло, чтобы к нему был доступ, в случае чего там открутил подкрылок и за этот тросик дернул. Но это сильно просто, мы решили немножко задачу усложнить, и этот тросик я буду выводить где-то сзади коробки передач. То есть, для того, чтобы потом аварийно его открыть, возможно придется поддомкратить машину, залезть под автомобиль и там дернуть за этот трос. Это как бы усложняет процесс быстрого угона автомобиля. Если человек будет знать, что здесь стоит замок капота, то, как правило, аварийный тросик ищут где-то вот под фары, под крылом в районе бампера. Это стандартное решение. Сегодня мы это решение переначали и решили трос вывести в другое место. Для того, чтобы определиться с местом запорного механизма и вообще для установки замка капота, мне пришлось демонтировать бампер, снять фару, снять воздушные каналы все. Аккумулятор это уже попутно был снят и при установке иммобилайзера, потому что необходимо было разобрать блок предохранителей. Но глядя вот на капот и вот на вот этот усилитель, немножко еще так расскажу. Вот бампер, вот эта верхняя пластиковая декоративная крышка, она крепится вот здесь, то есть здесь болтами, вот четыре болта и клипсы. Она вот находит сюда наверх. Вот этих крепежей не видно. Глядя на капот, есть вот уплотнительная резинка. По отпечаткам следов на резинке, вот здесь стояла вот такая вот штука, которая подсоединяется к фильтру и тут пластиковые клипсы. То есть вот эти пластиковые клипсы упирались в эту вот уплотнительную резинку. Капот у нас имеет двойной корпус, то есть декоративная обшивка верхняя, которая и фальш-панель. То есть сам штырь вот этот с яблоком, который, его необходимо закрепить на вот этой фальш-панели. К ней идет вот такая вот металлическая накладка, сюда вкручивается этот штырь и все это должно крепиться на заклепках. Так вот, по отпечатку этой резинки мы видим, куда попадает эта резинка. И у нас на ней есть вот два ограничителя опускания капота. Сейчас можно предположить, что они попадают где-то вот в эти места. То есть вот крестик стоит один, вот второй. То есть вот где-то в эти места попадают вот эти два ограничителя. Это мне дает наводку на то, где можно поставить замок капота. Если смещаться сюда, вглубь автомобиля, то вероятность того, что я смогу здесь закрепить вот этот шар, очень маленькая, потому что тут идет уже изгиб капота и угол, в общем, попадает не тот. То есть мне надо выходить либо на вот эту резинку, либо вперед. Чтобы сейчас правильно разметиться, чтобы не прогадать ни с чем. Специально сегодня купил пластилин, упаковка детский пластилин. У меня-то был кусочек, но кажется мне его маловато, поэтому я решил докупить пластилин и буду использовать сегодня пластилин для разметки вот этих вот запорных механизмов, для размещения, мест в размещении запорных механизмов. Ну, предполагаю устанавливать замок именно вместо вот этой вот резинового ограничения. С этой стороны мне не сильно нравится, потому что здесь есть вот крючок. Так, чтобы определить, правильно я думаю или нет, я вот здесь устанавливаю пластилин. И теперь пробую закрыть капот и смотрю куда что попадает. Вот пластилин приклеился, то есть видно куда попадает упорчик. Так, можем попробовать еще допустим сместиться. Здесь как бы оно вроде и неплохо, но проблематично закрепить саму вот эту штуку, потому что она крепится двумя винтиками насквозь снизу, а здесь снизу доступа нету, нельзя залезть инструментом, чтобы их прикрутить. Поэтому, как вариант, можно попробовать вот так. Здесь полочка, двойной металл, придется сверлить большое отверстие. Но сейчас попробую, ну пробуем сюда. Раз попадает в уплотнительную резинку. Как бы тоже неплохой вариант, но попробуем поискать еще варианты. Здесь просто, ну как бы на краю необходимо сверлить достаточно большое отверстие в этой полочке. Я боюсь, что она насквозь просверлится. Вот здесь можно было бы попробовать поставить. Вот тут есть технологическое отверстие, через которое можно попробовать что-то закрепить. Сейчас попробую сместиться и посмотрю, куда пластилин попадет. Как бы вроде бы неплохо, но опять-таки учитывать надо плоскость расположения самого капота и расположение вот этого усилителя. Как видим, усилитель направлен под одним углом, а капот немного под другим. То есть, что я хочу сказать, что если в этом месте мы будем устанавливать вот это все, то оно у нас получается вот так. То есть вероятность того, что оно попадет невелика. Поэтому нужно выбрать две поверхности, которые относительно параллельны друг другу. А более-менее параллельные две поверхности, это как раз вот где прикреплена резинка и каемка усилителя. Есть также отверстие под резинкой. То есть, возможно, можно будет использовать вот это отверстие. Сейчас предлагаю резинку снять. Предполагается, вот эта конструкция вот так примерно. Здесь необходимо будет сделать пропил вот такой прямоугольный, чтобы вот эта вот гайка влезла во внутрь отверстия. В эти отверстия заклепками все это прикрепляется. Потом резьбой регулируется выступ этого шарика. Используем штатное отверстие. Прикрываем капот и смотрим, куда оно попадает. Вот. Как видите, поверхности примерно параллельны. Плоскости одна, относительно второй. Предлагаю в этом месте разместить запорный механизм замка капота. Как правило, установку начинаю с верхней части. Креплю вот эту штуку. Потом уже прикручиваю шарик. Опять-таки размещаю пластилин и по отпечатку шарика уже буду свелить отверстие под внешнюю часть замка капота. Для того, чтобы вот это закрепить, необходимо сделать прямоугольное отверстие. Для чего это вообще делается? Скажем, вот так будет выглядеть верхняя часть, которая крепится к крышке капота. Вот это в собранном виде. Выставляется высота необходимая. Здесь трубочка для антиспиливания, то есть, чтобы нельзя было срезать этот болт, на котором шарик держится. Здесь устанавливается трубочка, она должна вращаться будет. То есть, сделать зазор, чтобы она вращалась. Гайки контрятся, одна за другую. Вот эта вот металлическая пластинка вот таким язычком устанавливается для того, чтобы нельзя было эти гайки открутить. Можно было бы, конечно, вот эту поверхность перевернуть и все это опустить сюда вниз, но тогда вот эта вот пластиночка, она тут не становится. Она висит в воздухе как бы, а ее необходимо закрепить вот, чтобы ее нельзя было провернуть, срезать там. Только из-за этого надо вот этот прорезь сделать под вот этот квадратик. Можно попробовать, конечно, и так сделать. Эту штуку загнуть и с этой стороны ее прикрутить. Чтобы не сверлить отверстие, потому что сейчас тут просверлим, потом придется закрашивать. Если не закрасить, тогда автомобиль в этом месте начнет гнить. А так поверхность крашеная уже, поэтому... Ну, не знаю. Наверное, все-таки я приму решение и сделаю вот так. Сейчас шилом отмечу отверстие, где будут устанавливаться заклепки. Заклепок в комплекте всего 2, поэтому если захотите добавить еще несколько заклепок, придется использовать свои. Я кружочками наметил, где будут отверстия. Теперь необходимо накернить, чтобы никуда оно не съехало при сверлении. Для этого использую керн и молоток. Раз, два. Дальше беру шуруповерт. Для того, чтобы просверлить необходимое отверстие, используем штангель-циркуль 4. Конечно, надо взять сверлышко примерно 4,2, чтобы был небольшой запасик. Зажал сверло. Теперь, дабы не сделать сквозную дырку через весь капот, и чтоб у вас сверло не вылезло с верхней части, или тут не были бугорки, если вы вдруг сильно перестараетесь просверлите. Необходимо на сверло одеть какой-либо ограничитель. Можно использовать что-нибудь подручное, подходящее. Допустим, головку. При просверливании отверстие сверло, у меня на всю длину туда внутрь не уйдет, а ограничится высотой головки. Головка не испортится. Придерживаем капот, чтоб он... Вот о чем я говорил, что вот просверлил и проскочил, но зато вот головка уперлась и не дало протыкнуть капот, скажем, сделать там бугорок. Сверлим второе отверстие. Таким образом просверлено два отверстия. Здесь глубина достаточно большая, поэтому можно было и не использовать ограничитель как бы. Но мало ли кто, какую машину будут делать, я этот факт решил предусмотреть, дабы было потом не было кому-то печально больно. Теперь нужен заклепочный пистолет для того, чтобы приклепать идущие в комплекте заклепки. Здесь заклепки достаточно длинные, предусмотренные под толстый металл, так скажем, 16 миллиметров длина. По идее нам такая длина в принципе-то не нужна, поэтому можем поискать заклепки с более короткой. Ну вот нашел заклепки 4х12,7 миллиметра. То есть они немного короче, можно использовать их. Есть у меня такой заклепочный пистолет, проверяем входит. То есть все тут уже сделано с прошлого раза, с прошлой установки. Заклепываем теперь. Есть. Что-то не сильно заклепалось. Заклепываем вторую. Опа, есть. Держится, конечно, что-то не зажато, ничего еще. То есть, что-то заклепалось не очень хорошо, придется заклепок добавить. Заклепки не снимаются, их нужно высверливать, если что-то не так сделано. На нижнюю часть планки наклеиваю пластилин, вкручу. Ну, конечно, нужно, наверное, заклепать по-нормальному, потому что будет она телепасса, мы не попадем точно в положение. Поэтому предлагаю еще просверлить несколько отверстий и уже приклепать хорошо его. Сейчас необходимо найти точку упора. Поэтому закручиваем. Допустим, вот так. Ключиком на 10 подтягиваю гаечку и тем самым, как бы мы крепим жестко шарик. Чтобы он не телепался, не болтался. Теперь прикрываю капот и смотрю, куда у меня этот шар попадает. Вот, попал вот туда. Отпечатался след. Сейчас мы поднимаем капот. Вот. Ну, скажем, не совсем хорошо. Если б была возможность его сдвинуть еще чуть вглубь, было бы лучше. Теперь мне необходимо накернить здесь. Беру по центру отверстие. Ну, отпечатка по центру. Керню. Вот так вот. Пластилин убираем. Вот есть метка. Теперь по этой метке необходимо просверлить отверстие. Через это отверстие шарик будет проходить вглубь. То есть, вот туда вниз. Отверстие необходимо просверлить будет диаметром вот, померить сколько? Где-то 12, наверное, или может даже больше. Ну, почти 15 миллиметров. 14,5. Приступаю к сверлению отверстия. Итак, друзья. Верхняя часть замка установлена. Теперь необходимо подогнать нижнюю часть. Так как здесь высота получилась маленькая и замок накладывают сверху, не помещается, мало расстояния. Придется замочек устанавливать снизу. Вот. Но она еще не подходит, потому придется там что-то еще пилить. Поэтому мне сейчас необходимо здесь доработать отверстие, просверлить отверстие под шарик 14,5 диаметром. У меня такого сверла нет. Я нашел 13,5. Поэтому теперь мне необходимо его доработать напильником. Есть у меня. Но вот я пробую, он еще не проходит. То есть, где-то затирает. Как определить, где? Решил на шарик наклеить пластилин. По кругу наклеил. И прикрываю капот. И смотрю, в каком месте происходит затирание. То есть, у меня автоматически вырисовывается контур шарика. И вот смотрю, где продрало пластилин до металла. В этом месте идет основное затирание шарика. То есть, это получается вот здесь вот, где-то спереди. Сейчас вот эту сторону буду напильником подтачивать. Итак, друзья. Кое-какую механическую работу я уже сделал. Можно сказать, одну из самых сложных. Я вам напомню, что я использовал технологическое отверстие, которое было в капоте. То есть, я в капоте ничего не рассверливал. Использовал штатное отверстие и, в общем, комплектующие, которые шли с замком капота, я их заклепал на заклепки. В комплекте было две заклепки. Я пластинку посадил на четыре заклепки. Закрутил я этот шарик. Еще надо будет отрегулировать по высоте, но предварительно уже отрегулированный. Затянул я гайкой и гровером все это дело. Здесь накрутил трубочку, которая для антиспиливания вращается. Я ее обрезал нужной длины. В этом уплотнителе я прорезь сделал и просунул штырь через него насквозь. Хотел закрепить этот механизм улавливания сверху, но за счет того, что высота оказалась низкой, мне его пришлось перемещать вниз. Но так как здесь идет короб усилителя, то внизу этот механизм полностью не помещался, то есть не совпадал с отверстием, в которое попадает шарик. В связи с этим мне пришлось в этом коробе прорезать часть металла, то есть вырезать, дабы механизм улавливания углубить, чтобы он поместился там, чтобы вот эти все отверстия совпали. Поэтому пришлось вырезать вот этот кусочек металла. С этим делом я справился. Очередной раз мне помогла бормашинка, которая с отрезными кругами все это сделала. Я прорезал там отверстие, обработал, подточил напильниками и надфилем, чтобы этот механизм туда спрятался. После того, как я это все подогнал, я там это дело все прокрасил краской. Перед прокраской я просылил все отверстия для крепления этого механизма, потом все разобрал, покрасил и теперь прикрутил назад. И как бы часть уже сделана, то есть теперь у меня шарик попадает в это отверстие и капот можно закрыть. Вот капот закрыт, шарик утопленный. Как видите, расстояние довольно-таки маленькое. Теперь необходимо будет отрегулировать величину вылета шарика, то есть насколько он будет проходить насквозь через механизм улавливания его. Для этого мне сейчас необходимо все закрепить, соединить тросики, то есть отрезать нужную длину, соединить все, чтобы оно уже как-то работало. И после этого я могу проверить, закрыть, открыть. Ну, закрывать, открывать, понятно, у меня будет иммобилайзер. То есть при отщелкивании капота он должен немножко приподниматься, но не высоко. Небольшой зазор как бы должен оставаться. Фары сейчас нет, поэтому через отверстие для фары можно хорошо посмотреть на механизм. Вот мы сейчас видим, что шар выступает за механизм улавливания. Величину его выступа нужно будет еще отрегулировать, то есть чтобы при открывании капота капот сильно не поднимался вверх. Шар будет цепляться за механизм улавливания, то есть за тот штырек, который там будет туда-сюда дергаться электроприводным. Теперь дальше. Я вам говорил, что с клиентом мы обсуждали, что трос у нас будет выводиться не под крыло, не под бампер, а куда-то сзади двигателя. Вот я тросик аварийный проложил и закрепил вот там к патрубкам топливоподачи. Будет вот там внизу он висеть. То есть при необходимости необходимо будет снизу добраться к нему и его потянуть на себя. Перед тем необходимо было закрепить сам электропривод. Вот я его закрепил двумя болтами, он будет находиться вот здесь у меня под фарой. Его трос я вот закрепил к штатному тросу открывания капота и вот теперь он у меня вот здесь находится. Как видим, длина его достаточно длинная, то есть мне необходимо его обрезать. Для того, чтобы обрезать, мне пришлось открутить шестигранник с этого наконечника и снять наконечник с тросика. Для того, чтобы снять вот этот механизм, в наборе пришел шестигранник. То есть он подходит к этому шестиграннику, его выкручиваем и вынимаем трос. Выкручивать нужно аккуратно, чтобы его не потерять, потому что аналогично найти довольно проблематично. Дальше на трос была накручена, вот так она была накручена. Я ее тоже открутил. Открутить достаточно тяжело было, поэтому плоскогубцами удерживал оплетку троса и руками откручивал эту штуку. Сильно не давил, дабы ее не сплескать. Это оплетка пластиковая. Теперь мне необходимо уложить трос таким образом, как он будет идти у меня к этому приводу. Теперь необходимо отрегулировать длину вот этого тросика. Итак, для того, чтобы правильно отмерить длину троса, необходимо вот эту металлическую часть накрутить сюда на этот стопорный механизм и потом приложить, отмерить необходимую длину. Вот этим стопорным, вот этой штукой металлической, которая скручивается, ей можно еще регулировать, если вы вдруг не угадали с длиной троса. Вот тут есть резьба, которая закручивается туда. Вот эта резьба как раз позволяет вам либо его закрутить, если трос короткий, либо выкрутить, если трос получился длинный. Но опять-таки в небольших пределах, то есть тут миллиметров 6, может чуть больше 8 есть расстояния. Поэтому до конца закручивать не следует, чтобы у вас было расстояние для регулировки. Итак, вот я приложил, скажем, тросик, приложил эту штуку и вот в этом месте мне необходимо обрезать оплетку. Для этого буду использовать канцелярский ножик. Аккуратно пробую, прорезаю по кругу, чтобы потом эту оплетку стянуть. Я ее обрезал. Снимаем лишнюю часть. Необходимо вот эту штуку теперь накрутить на оплетку. Эту так руками берем, по возможности накручиваем. Здесь есть внутренняя резьба, поэтому необходимо накрутить как можно до края резьбы, чтобы оплетка показалась снаружи уже. Сейчас я буду придерживать оплетку и накручивать. Ну вот, если посмотреть во внутрь, то еще вот пару миллиметров, может чуть больше, я не докрутил до края. Можно взять ключик на 10 и попробовать ключиком покрутить. Будет легче, чем пальцами. Опять-таки, чтобы не скрутить ей голову. Теперь необходимо отмерить длину тросика. Для этого мы прикладываем и отмеряем. В инструкции также указывается метод регулировки. Оттянуть страховочный трос до конца, накрутить соединитель на пластиковую оболочку, отрезать трос так, чтобы он был длиннее пластиковой оболочки. На 9 миллиметров и надеть штырек на трос. Поэтому, сейчас я дергаю за страховочный тросик. Он дернут. Сейчас можно попробовать закрытое положение замка. Теперь дергаю страховочный трос. Открылся. Теперь необходимо взять бокорезы и откусить трос необходимой длины. Бокорезы кингтоне, им уже больше 10 лет и кусают металлический трос на ура. На такую глубину трос входит в эту штуковину. Поэтому примерно сантиметр как бы оставляю тут. Опа. Теперь надеваем эту штуку и ее закручиваем шестигранчиком. Есть. Зажал. Теперь необходимо это все сюда вставить. Так как у меня плетка не сильно крутится, потому что я ее уже закрепил. Поэтому я откручу этот механизм и механизм накручу на вот этот металлический кронштейн. Так вот. Вставляем, накручиваем. Теперь хотелось бы увидеть, как он в закрытом положении будет выступать. Для этого я сейчас за него дерну и накручу в этом положении. Накрутил. Смотрим. Вот наш, грубо говоря, палец, как бы назовем его. В закрытом состоянии он выходит вперед, а шарик, который у нас прошел насквозь, он у нас находится в глубине, то есть торчит там. И при открывании капота, сам шарик упирается в этот штырёчек и не позволяет капоту открыться. Так, теперь проверим, правильно ли я определил длину. Для этого необходимо за тросик аварийного открывания опять потянуть и посмотреть, спрячется ли наш штырёк. Как видим, штырёк ушел, то есть его нет, он спрятанный. Поэтому он будет позволять открывать капот. Все, возвращаю теперь механизм назад. Все поставлено на место. Теперь не мешало бы все это проверить, как оно функционирует. Если кому-то не удается откусить тросик или не о чем скажем, то можно обойтись без откусывания тросика. Для этого необходимо будет просто сделать какую-либо петлю, чтобы остаток троса где-то уложить. Нельзя делать резких перегибов, то есть маленькое кольцо. Дело в том, что сам тросик тягает электропривод. И вот, чтоб хватило усилия электропривода, нельзя делать резких перегибов малого диаметра. Старайтесь все укладывать так более плавно. И также, если у вас лишний тросик остался, то нужно сделать петельку как можно большего диаметра, чтобы было как можно меньшее сопротивление при перемещении троса в оплетке. Или же обрезать необходимую длину, как сделал я сегодня. Теперь необходимо проверить работоспособность замка электрически. Для этого необходимо обратиться к инструкции замка капота и посмотреть схему подключения его. Сегодня я устанавливаю иммобилайзер i95, поэтому можно воспользоваться вот этой схемой. С электропривода капота мне необходимо использовать желтый и зеленый провода. Эти провода идут на сам моторчик. В замке капота также можно использовать реле блокировки. Оно слабо точно, тем более, если есть иммобилайзер, нет смысла еще одну блокировку делать замком капота, но как бы этот вариант предусмотрен. Можно через дополнительное реле сделать еще одну блокировку. Если вы иммобилайзер не устанавливаете, а допустим у вас замок капота будет работать от сигнализации, то дополнительную блокировку можно реализовать с помощью самого замка капота и дополнительного реле. Итак, для того, чтобы у меня электрически перемещался тросик, мне необходимо использовать зеленый и желтый провода. Вот эти белый, черный, коричневый я использовать не буду, я их замотаю. Эти два мне необходимо будет подключить на те провода, которые вышли у меня с иммобилайзера, то есть зеленый и синий. Вот если смотреть схему, то вот указано желтый от капота, мне необходимо на анлок иммобилайзера. По схеме иммобилайзера анлок это синий провод, то есть желтый необходимо подключить к синему, а зеленый на зеленый. Но так как у меня сейчас в машине нету аккумулятора, он снятый, поэтому я сейчас эти два проводочка удлиню и независимо от иммобилайзера буду проверять работу самого замка капота. Язычок высунулся, это я закрыл. Зеленый у меня был на плюсе, а желтый на минусе. Теперь я открываю, меняю полярность на этих проводах. Язычок спрятался. Капот можно закрывать, когда здесь открыто. Для этого сейчас необходимо проверить, насколько хорошо у нас происходит блокировка самого капота. Закрываем капот замок капота. Пробуем открыть капот. Мы видим, что капот приподнялся, но открыть его уже открылся. Сейчас еще раз. Еще раз пробую. Первая попытка что-то не получилось. Либо шарик нужно еще выкрутить, потому что штырек не заблокировал. Капот открылся. Он чуть-чуть выдвинулся, но потом при усилии штырек сдвинулся. Закрываем. Закрываем электрически. Как мы видим, что капот не блокируется, то есть необходимо отрегулировать шарик. Немножко его опустить. Сейчас замок капота откроем электрический. Теперь необходимо открутить гайку и немного выкрутить шарик. Теперь гайку надо закрутить. Пробуем повторно. Зеленый на плюс, белый на минус. Так, не буду открывать. Опять выскочил. Я проверил электрический. В принципе все работает. Пришлось немного отрегулировать высоту этого шарика, чтобы замок работал адекватно и все стабильно закрывало и открывало. регулировку произвел, то есть все работает. При регулировании сам шар должен выходить немного ниже вот этого механизма улавливания. Если он будет мало выходить, то шток, который запирает механизм, он не будет заскакивать в свое положение и не будет блокировать открывание капота. То есть, вот изначально у меня так и получилось, поэтому пришлось немного шар опускать вниз, чтобы запорный механизм стабильно закрывал и открывал. Но опять-таки нельзя сильно опускать его вниз, потому что будет сильно подниматься капот вверх, когда будет открывать его штатным тросиком. При сильном открытии можно подлезть между капотом и моторным отсеком и что-либо сделать, перепилить ножовкой, механизм или какими-либо кусачками перекусить. Поэтому старайтесь сделать, чтобы при закрытом механизме капота, при штатном открывании происходило только небольшое открывание и поднимание самого капота. Сейчас покажу, как должно быть примерно. Закрываем капот, вылет шарика можете увидеть. Сигнал подаем кратковременно, не более секунды. Привод электрический закрывается, запорный механизм закрылся. Теперь можно попробовать пойти открыть его штатным открыванием капота, дергалкой капота. По вылету шариков вы смотрите, насколько он выходит. Теперь при открывании капота шар будет упираться в этот шток запорного механизма и не будет давать капоту открыться. Мы видим, что капот немного приподнялся, но запорный механизм замка не дает ему открыться. Для того, чтобы разблокировать капот, необходимо его назад опять защелкнуть и на электропривод замка капота подать напряжение в обратной полярности. В таком положении, когда дергалки капота вы капот открыли, а запорный механизм был не открыт, то шар уперся в этот запорный механизм. Если в этом положении подать питание на электропривод, то шток не выйдет, потому что он заблокирован. Он зацепился за шар и будет блокировано его перемещение. Поэтому, чтобы разблокировать сам капот, его надо опять-таки закрыть и подать питание в обратной полярности на электропривод замка капота. Я подал, теперь могу пойти открыть капот механическим образом. Как видим, все работает. Все блокируется. Мне осталось теперь подключить два провода от замка капота к проводам иммобилайзера, собрать все здесь на место и уже в собранном виде проверить работоспособность иммобилайзера. Сам иммобилайзер должен управлять вот этим электромотором замка капота. То есть, при наличии метки и включенном зажигание замок капота должен открыться. Если зажигание включенного метка отсутствует, замок открываться не будет. Ну что, подключу провода, я соберу все и проверю уже на деле, как все работает. Итак, друзья, я завершил установку иммобилайзера и замка капота. Автомобиль собранный, проверен, все работает так, как должно работать. Теперь хочу показать вам, как на самом деле все происходит. Замок капота капота управляется иммобилайзером Starline. У нас модификация замка Starline i95 Eco. Основное отличие замка i95 Eco от просто i95 замка, это в том, что если метка есть прочитана и включено зажигание, у вас автоматически происходит открывание замка капота. Если вы выключили зажигание, то через определенное время происходит закрывание замка капота. Если метка у вас отсутствует, либо она не распозналась по каким-либо причинам, замок капота будет в закрытом положении. То есть открываться при включенном зажигании он не будет. Для того, чтобы вам воспользоваться подкапотным пространством, вы с наличием метки должны включить зажигание. У вас произойдет разблокировка замка капота, после этого вы должны дернуть в рычаг открывания капота и капот должен у вас отщелкнуться, ну открыться. Танцевичок, который в данном автомобиле штатный был, находится в замке капота. Он покажет, что капот открыт и при выключении зажигания у вас повторное закрывание капота уже Starline замком не произойдет, потому что иммобилайзер Starline i95 увидит, что концевик сработал, то есть капот открыт и закрывать его уже не будет. Это как бы защита от нештатной ситуации, то есть чтобы в закрытом состоянии вы вдруг не начали закрывать капот и ничего себе тут не поломали. То есть для этих целей ставится концевик на капот. То есть это одно из обязательных условий правильной работы замка. Сейчас у меня капот открыт, замок разблокированный, то есть я могу закрыть капот. При выключенном зажигании у меня автоматически закроется замок блокиратором капота. Вот я замок закрыл, блокиратор капота закрыл замок. Теперь я могу попробовать его открыть ручкой капота. При срабатывании замка происходит щелчок, то есть на слух его слышно. То есть срабатывает электропривод, то есть слышно механическое перемещение. Так пробую открыть капот. Вот я ручкой капота дернул, капот приподнялся, но дальше он не открывается. То есть капот заблокирован дополнительным замком. Для того чтобы открыть капот, капот, в данной ситуации необходимо повторно закрыть его. Необходимо включить зажигание, распознается метками и электромеханический замок капота откроет его и тогда можно ручкой капот открыть капот. Вот я зажигание выключил. Повторного закрытия не происходит, потому что сработал концевик капота и вот капот у нас открыт. Вот так работает электромеханический замок капота, управляемый иммобилайзером Starline i95. Напомню, что i95 Eco управляет замком капота при наличии метки и включенного зажигания. То есть сейчас у меня метки нету, я попытаюсь включить зажигание и открыть капот. Открывание капота как бы не произошло, то есть никакого звукового я не услышал, движение, перемещение электропривода. Попробую открыть. Дергалки капота, как бы капот сам приподнялся, но он остался в заблокированном положении. То есть капот не открывается, замок его блокирует. Для того чтобы разблокировать, необходимо сейчас закрыть капот, активировать метку, чтобы она была рабочей, повторно включить зажигание и тогда можно будет открыть капот. Собрал метку, раздался кратковременный сигнал, то есть метка прочитана. Сейчас проверим капот. Капот можно открыть, то есть он открылся дергалкой капота. Как видим при включенном зажигании капот у нас открылся и рабочей меткой. Сейчас зажигание можно выключить. Так как концевик капота у нас подключен, то повторного закрывания замка не происходит до момента закрытия капота. То есть когда капот закроется, концевик сработает, разомкнется, то есть покажешь, что капот закрылся, тогда старлайновский замок капота, электродвигатель защелкнет свой механизм запирания. Сегодня я вам продемонстрировал, показал, как установить замок капота на автомобиль Hyundai Santa Fe 2014 года выпуска. Еще раз напомню, что замок капота в данном случае работает совместно с иммобилайзером Starline i95 Eco. Также этот замок капота можно подключить к сигнализации. То есть если у вас нет иммобилайзера, то можно его подключить к сигнализации на какой-либо доп. канал. При установке замка капота очень много времени нужно уделять и обращать для механической части. То есть правильно определить место размещения запорного механизма, разместить сам электропривод замка капота. То есть на такие моменты очень много уходит времени. Но лучше потратить много времени, чем потом исправлять неправильное размещение замка. То есть сверлить новые отверстия в автомобиле или что-то переделывать. На сегодня считаю обзор установки закончен. Кто решится на такой шаг, то желаю удачи, больших успехов. Кто сомневается с нюансов при установке довольно таки много и довольно много может понадобиться инструмента. Как механического, так и электрического. На сегодня все. Кому было интересно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. А я буду для вас снимать и в дальнейшем следующие интересные для вас видео. На сегодняшний день я немножко приболел, потерял голос. это, возможно, заметили мои подписчики. Ну, я надеюсь, что в скором будущем я выздоровлю и буду себя чувствовать очень хорошо. На сегодня все. Пока. С вами был Сергей Зайцев.